Добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги. Мне кажется, что к нам присоединились не только врачи, но и пациенты. И в очередной раз мы хотим поблагодарить наших коллег, которые присоединились в студии, в прямом эфире. Позвольте представить, Мария Екатерина Путильна, профессор, невролог по специальности, который много занимается практической медициной. Сейчас больше на базе 15-й горбольницы, насколько я помню. Теперь она называется имени кого? Филатова. Именно Филатова, совершенно верно. Вы все прекрасно знаете Павла Яковлевича Брандта, медицинский директор клиники Сети Клиник Семейная и наш уважаемый наставник в свое время, ну и товарищ, старший друг Николай Владимирович Журилов. Коллеги, почему мы сегодня собрались? Вы все прекрасно знаете нашу увлеченность западной медицины. Многое берем оттуда, в том числе и доказательную медицину, но и некоторые вещи, которые пришли в современную нашу бытность в Российской Федерации и постсоветского пространства, это стремление и вообще возможно, в самом деле, пациента очень достаточно жестко, болезненно наказать врача или медицинское учреждение. Тема судебных исков, она не так часто поднимается в медицинской аудитории, потому что, ну как-то вот не хочется говорить об этом, считается, ну вот со всеми случится, а со мной никогда не случится. Однако все, кто работает в частной медицине, а тем более, кстати, коллеги в государственной медицине, вы отметили, что все больше и больше. Если взять аналогию США, то иски растут, суммы исков растут, суммы страховки, которые платят врачи, может достигать около 200 тысяч долларов в среднем в год, хирург в Нью-Йорке может платить за страховой взнос годично, да. Чаще всего, конечно, судят оперирующие специальности, гинекологов и хирургов, однако врачи общей практики, терапевты в том числе, неврологи, тоже являются часто прецедентами для судебных исков. Собственно, мы хотели сегодня вместе разобраться, что за проблема, как она сегодня стоит в Российской Федерации, что мы делаем правильно, что мы делаем неправильно и как быть вообще, если что, такое происходит. Итак, добрый вечер, еще раз рад вас приветствовать. Павел Яковлевич. Я за него. Да, вы за него. Что вы скажете? Вы руководите крупнейшей сетью, наверное, в Москве сейчас. Ну, не крупнейшей, а одной из. Одной из крупнейшей. Что я скажу? Что проблема существует. Проблема существует достаточно остро. Действительно, пациенты почувствовали запах крови, скажем так, да, и поняли, что можно подавать в суд на врачей, подавать в суд на медицинские организации. Но тут надо сказать, что есть несколько нюансов. Во-первых, в России есть проблема, что врач не является субъектом права. Николай Владимирович меня, наверное, поправит, если я что-то не так скажу. Но, по сути, в гражданском процессе врач практически не участвует, да. То есть, когда дело идет о деньгах, речь идет, скажем так, о судебном преследовании клиники, да, пациентам. И это, конечно, очень странная ситуация, когда действует врач, а отвечает клиника. То есть, врач... Генеральный директор. Да, генеральный директор клиники. И в этой ситуации, конечно, хотелось бы, чтобы немножко наше законодательство приблизилось к общемировому, когда врачи сами отвечают за собственные действия. Да, то есть, врач имеет лицензию, а не только сертификат, который ему позволяет работать по профессии. И тогда уже он является субъектом права и полноценно отвечает за свои действия в суде. Когда же дело касается уголовного преследования врачей, то тут уже все, конечно, гораздо серьезнее. Тут отвечают сами врачи, но проблема заключается в том, что специальных статей уголовного права не существует для врачей, да, и судят их по статьям, и нас в том числе, да, судят по статьям, которые не очень для медицины подходят. Как не оказание помощи, там, оставление в опасности, или непредумышленное убийство. Ну, законное производство аборта, или же подмещение в психиатрический стационар, это чисто медицинские? Да, ну, они есть, как бы, но это совсем уж редкая история в нашей жизни, насколько я знаю. У нас все-таки чаще пытаются привязать какую-то ситуацию, которую невозможно было изменить, да, то есть врач на нее воздействовать реально не мог в силу своих знаний или в силу добросовестного исполнения собственных обязанностей, но при этом в результате произошла какая-то катастрофа, да, пациент пострадал или погиб, и тут врача начинают судить по таким не очень понятным для реальной медицины статьям. Павел Игоревич, на вскидку, сколько в среднем в год возникает таких прецедентов по Москве, как вы считаете? Ой, я, честно говоря, не знаю такую статистику по Москве, я думаю, что ее вообще никто не знает, потому что у нас, насколько я знаю, у нас все со статистикой, у нас так и с судебной статистикой, то есть медицинских исков, статистика, насколько я знаю, никому доподлинно неизвестна. Тем не менее, я думаю, что это достаточно немаленькое число, которое считается сотнями дел. Проблема в том, что далеко, ну, или радость в том, что далеко не все жалобы, которые пациенты обращают к клиникам, доходят до суда. Интересно другое, что многие жалобы, которые обращают к клиникам, клиники стараются регулировать до суда, на самом деле клиники бы выиграли. И таких действительно очень много жалоб, которые клиники бы отыграли, просто не хотят по тем или иным причинам связываться. Это в том числе связано и с тем, что российское законодательство очень интересно трактует всевозможные юридические тонкости в отношении взаимоотношений пациента и клиники. Надо сказать, что взаимоотношения пациента и клиники регулируются законом о защите прав потребителей. Ну, я, честно говоря, всегда сомневаюсь в том, что пациент является чистым потребителем, а врач чистым оказателем услуги. Поэтому это тоже достаточно странная форма, которая позволяет пациентам чересчур давить на врачей, на клиники, потому что закон о защите прав потребителей в России существует достаточно давно, и, как известно, он защищает именно потребителя. И далеко не все его пункты применимы к реальной медицине, но, к сожалению, суды идут именно по этому закону. Понятно. Николай Владимирович, мы все помним ваши блестящие лекции, когда мы учились у вас на курсах, в средних, так скажем, курсах медицинского первого меда. Скажите, пожалуйста, вот как быть-то, вот скажите, Николай Владимирович, что же мы сделали плохо во время своего обучения, что мы недоучили, почему эти иски стали возникать? Что происходит вообще? Вот, может быть, усилить обучение в институте более его сделать детализировано, пошире? Ну, во-первых, в медицинском вузе готовят медицинских работников, да, специалистов в области здравоохранения. Юриспруденция вообще сложна для понимания медиков, потому что разные стили преподавания и разные системы, которые изучаются. Поэтому нам сложно говорить о том, что хватает тех часов по праву или не хватает, потому что мы не видим наших специалистов будущих на выходе. Мы преподаем в ряде случаев на первых курсах, в лучшем случае на четвертом курсе. И к тому моменту, когда мы выпускаем специалиста, знания устаревают. Личные знания студента устаревают. Другое дело, что программа по медицинскому праву тоже, она не постоянна. Она тоже изменяется так же, как изменяется законодательство. И когда мы учили вас, Владимир Николаевич, закон был один. Мы только пришли к основам законодательства об охране и здоровье граждан 1993 года, которые были приняты еще до принятия Конституции. Вот так вот, да, 1993 года. Поэтому так получилось. Сейчас новые основы, новые подходы. Реформа здравоохранения диктует свои требования. Нам приходится для каждого факультета строить курс лекции таким образом, чтобы общие знания... Ну вот сейчас от правоведения мы отходим, да, но мы же какой-то курс даем того, чтобы ввести студента в тот объект, который они будут изучать, и конкретные лекции, которые ведут, ну, я вот считаю, очень сильные теоретики кафедры медицинского права. Это первая кафедра права, которая была создана в Российской Федерации, и термин именно медицинского права был введен нашим заведующим кафедрой Юриевичем Сергеевым, академиком Российской Академии Наук. Поэтому мы, слава богу, первые, у нас сложились определенные традиции, и курс меняется в соответствии с теми нормативными актами, которые начинают действовать. Другое дело, что на курсах повышения квалификации, которые были раньше, или в аккредитации, право практически не преподается. Я имею данные по этому поводу. Ну, например, фармацевты и провизоры, о которых тоже необходимо говорить, как о медицинских специальностях, сейчас вообще испытывают очень большие сложности в рамках той будущей аккредитации, которая начинается с 2018 года для всех, повышения правовых знаний. Потому что те 120 часов, которые регламентированы для получения аккредитационного свидетельства, дай бог, чтобы их хватило на специальную дисциплину. Нет, мы не говорим об обязательном увеличении часов. Тоже штат Калифорния, о котором я буду говорить, там, может, чуть дальше, они ввели специальный государственный экзамен, когда вместе, наряду со специальными дисциплинами, сдаётся именно правовой экзамен будущим врачом. И, скорее всего, что он сдаётся не для того, чтобы соблюдать права пациента, а чтобы защитить медицинского работника. Потому что, зная о тех же самых правах пациента, мы должны исходить из тех обязанностей, которые медицинские работники действительно этими правами должны выполнять. Вот, Николай, собственно, и вытекает вопрос. У вас есть презентация, я знаю, которую вы нам хотели показать? Ну, презентация у меня состоит из двух аспектов. Поскольку мы начали говорить про медицинские ошибки, так называемые, мне бы хотелось буквально несколько минут посвятить этому вопросу, а закончить именно образованием в Российской Федерации, как... Какие шпаргалки для наших слушателей, наших зрителей, что делать и как быть? Существует несколько формулировок врачебной ошибки. Одним из терминов, которые используются при медицинской ошибке, это сравнивание её с дефектом оказания медицинских услуг. По мнению академика Сергеева, заведующего нашей кафедры медицинского права, более 65 трактовок медицинских ошибок существует в нашей российской литературе, поэтому выйти на тот итог, который мы бы хотели видеть в нормативно-правом акте достаточно сложно. По той статистике, которая приводится на его лекциях, мы можем говорить о том, что от именно действий медицинских работников погибает гораздо больше людей, чем от дорожно-транспортных происшествий за год. Мы очень любим в этой связи говорить о той трактовке, которую дал академик медицинских наук Советского Союза, основатель судмедэкспертизы в России, извините, патонатом, патонатомических исследований в России, профессор Довыдовский, академик Довыдовский. Но в нормативно-правых актах, как мы видим, официальное определение медицинской ошибки отсутствует. Различают несколько видов вины, к которым относится небрежность, халатность и невежество. Невежество мы можем отместить по статье 26 Уголовного кодекса. Ее официально нет в статье 28, но адвокатура использует эту статью для защиты, и поэтому этот термин существует. Являясь членом Совета по этике, я должен констатировать то, что невежество, пожалуй, в последнее время приобретает гораздо больший вес профессиональных действий, которым, к сожалению, не готовы наши медицинские работники. По исследованиям, которые проводил Центр медицинского права, мы можем судить о медицинской ошибке как о добросовестном заблуждении медицинского работника, который принимает то или иное решение, отходя от того существующего стандарта, который предписан ему нормативным актом, то есть стандартами оказания медицинской помощи, введенным приказом того субъекта, в котором он имеет место быть. Но опять-таки сложность состоит в том, что это приказ, а приказ, как мы понимаем, он обязателен для своего исполнения. Хотя они, эти стандарты, рекомендованы. И вот двоякая трактовка не всегда дает основания для суда применять или не применять эти стандарты как тот элемент, на который мог бы врач ориентироваться при выполнении своих профессиональных обязанностей. Наши украинские коллеги, например, тоже не имеют в своем законодательстве понятия врачебной ошибки и связывают это с неумышленным действием или с неосторожным преступлением, с преступлением, с решенной формой неосторожности. Есть еще ряд таких положений, которые, я надеюсь, останутся для изучения непосредственно с самими нашими зрителями в дальнейшем. Поэтому мы все-таки видим о том, что врачебная ошибка это тот вопрос, на которого, к сожалению, до сих пор нет ответа. Но у нас готовится поправка к уголовному кодексу, и Следственный комитет сейчас провел новую работу. У них немножко другая задача у Следственного комитета. Мы говорим о медицинском праве как таковом. Не существует в такой отрасли права, как медицинское право официальное. То есть гражданское, уголовное право, а медицинское право... Есть семейное, есть право торгового мореплавания и так далее. Но нет медицинского права как такового. Почему? Потому что оно не кодифицировано законом. То есть мы не можем обратиться к единому источнику, который бы нам трактовал объект, субъект этого. Мы их берем из различных нормативно-правых актов и называем это медицинским правом. Медицинским, здравоохранительным правом. Это кому как, в общем, нравится. Поскольку нет объекта, то и определить, что такое врачебная ошибка мы, к сожалению, не можем. Но, однако, мы можем предполагать, что это действие или бездействие, которое зиждется на тех пробелах медицинской науки, которые, к сожалению, существуют. Поэтому мы не можем практические знания, которые имеет медицинский работник, применять на практике. То есть так называемый оправданный риск, например, в этой связи, когда врач принимает решение, пусть незаконное, хотя по основам законодательства он имеет на это право, потому что он несет ответственность за своего пациента, он несет личную персональную ответственность, она наступает в случае причинения вреда, и по уголовному кодексу он несет полную юридическую ответственность с точки зрения уголовного права. Вообще четыре отрасли права рассматривают вину как медицинской организации, так и непосредственно врача, о чем я чуть-чуть позже буду говорить. Ну и неправильность мероприятий, которая тоже может быть как в послеоперационном периоде, реабилитационном периоде. При переходе пациента на поликлиническое обслуживание из стационара, где он получил непосредственно первую медицинскую помощь, вот в этой связи мы также говорим о возможных врачебных ошибках, которые могут быть. Но основываясь на статье 5 уголовного кодекса, за невиновное причинение вреда юридическая ответственность не наступает. А можете объяснить еще подробнее, что это значит? Мы здесь говорим о том, что лицо не осознавало, как вы видите, это подчеркнуто в самом слайде, или не могло осознавать общественную опасность своих действий. Что значит не осознавало общественную опасность своих действий? Оно не предвидело, что может наступить вред для пациента. Те знания, которым обладает медицинский работник, для пациента гарантируют получение медицинской помощи на должном уровне. Потому что пациент всегда настроен при обращении к медицинскому работнику на положительный результат. Но этот результат не всегда бывает по ряду обстоятельств, как мы понимаем, достигаем в том виде или в тех ожиданиях чаяния пациента, которые возможны. Но ведь предвидеть это значит обладать определенным опытом для врача. А если это пациент, который обращается к нему с заболеванием, которое раньше медицинскому работнику было неизвестно, недоступно, да, он может быть готов к нему теоретически, но практических мероприятий он никогда не проводил. Тогда он принимает это решение коллегиально о медицинском вмешательстве. И на себя ответственность уже берет тогда бригада, которая оказывает медицинскую помощь. Ну, например, если это ургентная ситуация, и мы не можем нормально обследовать пациента в операционном периоде, поэтому мы оказываем ему медицинскую помощь непосредственно после принятия коллегиального решения. Как в этой ситуации должен вести себя закон? Все очень просто. Опять-таки, лечащий врач является лицом, который несет ответственность за пациента. Хотя иски, как правильно сказал Павел Яковлевич, по гражданскому законодательству предъявляются именно лечебному учреждению, поскольку именно с ним пациент заключает гражданско-правовой договор на оказание медицинских услуг, платных, неплатных, Павел Яковлевич. Поэтому каким-то образом мы должны пока абстрагироваться от того законодательства, который существует. Павел Яковлевич, а сколько у вас договор на оказание услуг, сколько он страничек в среднем? Страничек 6, мне кажется. Страничек 6, мерким, убористым. И на каждой надо расписаться странички. На каждой социации плюс информированные согласия. Согласие на медицинское вмешательство. И это отдельная история. Это отдельная история, да, но к гражданскому правоотношениям здесь не имеют никакого отношения. И к врачебной ошибке тоже, хотя можно про согласие тоже очень много говорить. Вот лично мое мнение, я в данной ситуации представляю свое мнение, а не мнение чего-то официальное. Вот, пожалуйста, хотел бы, чтобы на этом был сделан определенный акцент. Почему? Потому что в каком состоянии пациент приходит в лечебное учреждение, частное, государственное, и ему дают это согласие медицинское вмешательство. Я очень люблю на своих лекциях такой пример приводить, когда у вас болит зуб. Вы осознаете, вы полностью осознаете то, что вы делаете. Да, вас хватает вызвать такси, доехать до стоматологической клиники ночью, получить какую-то медицинскую помощь. Но когда вас спрашивают, вам зуб удалять, или же вам будем его лечить, мы понимаем, что нам плохо. Нам больно. Он болел днем, он болит ночью, завтра нам на работу, нам надо от этой боли избавиться. А каково наше сознание в этот момент, как пациентов, мы обратить не можем. Поэтому очень большой вопрос, насколько это согласие может иметь свое место при доказательствах в суде. А были ли прецеденты, когда оспаривали эти многостраничные согласия? Ну, вы знаете, как адвокатура использует данный элемент в защиту прав пациента против медицинского работника. И у меня еще был вопрос. Чаще всего все-таки врачи ведут по 109-й статье неумышленное применение, нанесение вреда, повлекшее смерть пациента и так далее. А ведь 28-я, получается, статья, она защищает. Да, но здесь должны играть роль именно невиновной причине вреда. Что такое вина? Это субъективное отношение с субъектом, совершаемым действием. Поэтому я не думаю, что врач, оказывая медицинскую помощь, замыслил причинить вред своему пациенту. Но я в этом даже уверен, что такого быть не может. Да, это какая-нибудь фантастическая криминальная история, но тем не менее. Поэтому чаще всего это невиновное причинение вреда, которое может в том числе освобождать от юридической ответственности. Часто наши, мои, например, однокурсники или другие курсы обращаются к вам за помощью? Я не скажу, чтобы часто, потому что достаточно большое количество частных юридических фирм занимаются этим вопросом. Очень большое количество юристов занимается в последнее время медицинскими делами. На стороне пациентов? Да, да, потому что это очень выгодно. Они имеют с этого определенный гонорар. Но вот если мы опять обращаемся к опыту юриспруденции в тех же самых штатах, то практически каждое отделение имеет своего юриста, который защищает именно пациентов. Медицинских работников защищают не очень интересно. Да, но в среднем, по-моему, 80% исков, они были регулированы до судебном варианте. И в среднем сумма, которая была выплачена пациентам, чтобы до судебно регулировать, была там... Понимаете, судебное регулирование, оно тоже двояко. Одно дело, когда вы приходите к главному врачу и начинаете с ним договариваться, это один вопрос. Он не правовой. Потому что до судебного решения иска, это не значит, что суд принял сторону той или иной стороны, удовлетворил данный иск. Это говорит о том, что то решение, которое приняли стороны, в суде зафиксировано, и оно обратной силы не имеет. До определенного момента. До момента, когда пациент не станет снова сопоставлять ухудшение состояния своего здоровья с тем действием, которое было ранее судом признано... То есть с тем иском, который был раньше удовлетворен в пользу пациента. Потому что дела по... Срока давности по таким делам не существует. Сегодня пациент удовлетворен данным иском. Затем он далее... Его заболевание прогрессирует. Он связывает его с, так называемой, причиной-следственной связи с тем вредом, который он имеет сейчас, и с тем вредом... С теми обстоятельствами, которые были раньше, и имеет право повторного иска. И такое же было? Да. Да, такое и есть. У нас такого точно не было. Я думаю, что такое, наверное, теоретически в нашей стране всякое возможно. Я хочу просто сказать про то, что информированный договор, добровольное согласие, оно может действительно... Там есть вообще фантастическая история с этим информированным добровольным согласием, когда в нем написано, что это должно быть действительно понято пациентам, да, это должно быть объяснено ему понятным языком, да, и что пациент должен вот прям адекватно оценить то, что ему сказано, и под этим расписаться. Вопрос, насколько он способен к этому, да, то, что Николай Владимирович поднял вопрос, это вопрос номер два. Но, с другой стороны, есть нюанс, да, есть когнитивно нарушенные пациенты, умеренное когнитивное расстройство, глубокие когнитивные расстройства. Вопрос даже сейчас не в этом. Вопрос в том, что оказать медицинскую помощь без информированного согласия мы не можем. Это уже не будет считаться медицинской помощью по закону, потому что в 323-м федеральном законе прописано, что это является неотъемлемой частью оказания медицинской помощи, подписания пациентам информированного добровольного согласия. Без этого медицинская помощь не считается медицинской. И это нарушает, в том числе, нарушает лицензионные требования к медицинской организации, поэтому последствия, наступающие следствие того, что информированное добровольное согласие не подписано пациентам, они могут быть очень серьезными для медицинской организации. С точки зрения административного законодательства. Да, с точки зрения административного законодательства, естественно. И зачастую, я знаю, что часто суды даже не рассматривают под оплеку дела. Если информированного дуровольного согласия нет, то считай, не было медицинской помощи, поэтому все деньги верните, моральный вред заплатите и вообще все разойдитесь, потому что вы были неправы изначально, потому что не объяснили пациенту, что вы с ним будете делать. Но тут есть один нюанс, еще один интересный нюанс, потому что у нас есть интересная история перекоса прав, на мой взгляд, которая существует. Юристам, наверное, виднее, но вообще мы живем в, скажем так, в обществе, в такой даже, наверное, не в обществе, во время, когда права человека превалируют над его обязанностями. Да, и это... Это очень правильное замечание. Это фантастическая история. Я вот сейчас читал лекцию о вакцинарных мифах, где это тоже, кстати, одна из мощных частей, скажем так, медицины, в которой приходится ориентироваться врачам, да, педиатрам особенно, и в частных медицинских учреждениях часто происходит, и часто именно жалобы на то, что неправильно информировали о вакцинации, о последствиях вакцинации. И один из таких распространенных мифов, что вакцинация, массовая вакцинация нарушает права человека, да, при этом все забывают о том, что у человека, кроме прав, есть обязанности. И вот эта вот интересная история с информированным и духовным согласием, да, что оно является отражением права человека на информацию, но при этом всегда вот недавно наши тоже представители Минздрава еще полгода назад, мне кажется, или год назад пытались ввести такую историю, как пациент должен лечиться правильно, да, вести правильный образ жизни, иначе его будет жизнь дороже, да, то есть ему будет обращение в медицинскую организацию стоить каких-то денег, если он не соблюдал, там, курил, например, выпивал, или что-то... Ну, это очень обсуждаемо. ...безответственное отношение к собственному здоровью. Но мы недавно выявили еще одну интересную в законодательстве историю, для себя новую, что существует вообще классная штука, о которой мало кто знает из врачей, называется ответственное самолечение. Это по-настоящему очень крутая история, которая прописана в законе, в 323-м федеральном, и это говорит о том, что если пациенту был назначен препарат, а пациент по тем или иным внутренним причинам отказался его пить, хотя подписал информированное добровольное согласие, то врач не будет виноват в наступивших последствиях, потому что пациент был безответственен к собственному здоровью. Коллеги, у нас это неплохая беседа получается. Такая интересная. Да, она немножко поменяла свой ракурс, но вот все-таки в завершении, да, мы говорим о том, что действительно необходим закон не только о правах пациента, но и о его обязанностях, потому что я когда на лекциях спрашиваю своих студентов, а сколько дней вы пьете антибиотик? Да, то же самое антибиотик. Три дня до момента падения температуры поднимают руки, наверное, 80%, 5-6 дней вся остальная аудитория, потому что даже медицинские работники настолько безответственно относятся к выполнению тех назначений, назначений, потому что существует разница между назначением и рекомендацией. Это тоже надо понимать, потому что рекомендация – это не обязательная к исполнению, а назначение, оно обязано быть выполнено. Поэтому здесь мы и говорим о том, что, к сожалению, пациенты сами виноваты, зачастую сами виноваты в том, что они оканчивают лечение, не дойдя до логического конца с точки зрения именно медицинского работника. И возникает у них субъективное, опять-таки, отношение к тому, что хорошо им оказали медицинскую помощь или плохо им оказали медицинскую помощь. Хотя врачи оперируют лабораторно-диагностическими методами подтверждения улучшение состояния здоровья или стабильность у какого-то состояния и так далее. Поэтому нужно разбивать это согласие, на мой взгляд. Мы, опять-таки, усложняем работу врача, но тоже любимая фраза, что жизнь врача заключена между двумя пунктами – истории болезни и прокурором. Потому что первое, то, что изымает органы следствия, прокуратуры, это именно история болезни, о которой, наверное, вы нам расскажете более подробно. Но, тем не менее... Дело в том, что я немножечко вмешаюсь в разговор. Наши врачи еще ко всем прочим своим обидам, ошибкам получили одно большое наследие прошлого – образ врачей-убийц в белом халате. Нет. Я возражу. В моей бытности врач был настолько уважаемым человеком, что перед ним шапку гнули издали, даже в советское время. Вы знаете, в советское время, да. 90-е годы. Посмотрите любой телевизионный проект. НТВ, другие. Везде врачи изначально априорно виновны. Ну, посмотрите по средствам массовой информации, какое значение мы придаем награждениям лучших врачей. Минимальные. И какое количество средств массовой информации. Я согласен с вами. Но как раз сегодняшняя передача идет для того, чтобы понять, как не попасться, как не... А ты не воруй. Как не создать прецедент. Абсолютно. Как не создать новую ауру врачей-убийц в белом халате. Как защитить себя, наверное. Как защитить себя. А, собственно, мы и хотели сегодня такую научно-практическую больше конференцию провести или встречу, где уважаемые мэтры могли бы рассказать нашим слушателям, что делать и как делать, и как предотвратить, собственно. К сожалению, важнейшей частью предотвращения каких-либо проблем медицинских работников является действительно качественное оформление медицинской документации. Первую очередь. Однозначно. Как бы это ни было, странно не звучало, да, но действительно качественное оформление медицинской документации это, наверное, номер один в том, что может действительно... Разборчиво. Да, разборчиво. Желательно в электронной форме. Потому что я был знаком с практикой по одному делу, когда врача привлекли к ответственности за служебный подлог, как ни странно, только из-за того, что запись в его, в истории болезни была нечитабельна. Правильно. Ухудшение состояния здоровья пациента очень было необычное. Скажите, пожалуйста, Николаевич, а вот медицинские электронные истории болезни, это все больше и больше набирающие... После того, как у врача будет электронная подпись, и он будет эту электронную подпись ставить под тем, что он пишет, тогда это будет ему теоретическое значение. До тех пор, пока... Я не знаю, можно какими-то средствами электроники, информатизации, интернета и так далее... Ну, мы сами с вами видим, да, когда нас начинают критиковать на Фейсбуке за наши высказывания, правильно и неправильно, мы же тоже живые люди, мы можем заблуждаться, добросовестно заблуждаться. Статья 28. На своих... Да, на своем мировоззрении, на своем опыте и так далее. Мы видим о том, что, к сожалению, люди могут не подписаться по тем, что они... То есть они несут ответственность. У кого учиться правильно писать историю болезни? А вы знаете, раньше истории болезни студенты, начиная с третьего курса, писали таким образом... Я вот просто реально видел, как наставник, поданную ему студентам историю болезни, разрывает из-за двух неправильных слов, которые вначале... Да, это больше... Профессор на входе делает у врача, а вот это как бы более интересно. Ну, знаете, что получилось с электронными историями болезни? Ситуация еще страшнее. Вбивается клише. Шаблон. Да, по которому... И дальше, когда утром принимаешь конференцию и читаешь, больная, больной, одни и те же назначения, еще страшнее. А чак там, а чак сям. Поэтому врач, когда имеет вот это минимальное время... Минифицированную форму, да. Да, очень сложный. Большой поток врачей и эта электронная история болезни еще страшнее, чем даже... Ну, это врачебные ошибки. Вот было исследование в Соединенных Штатах, извините, опять в Соединенных Штатах, но тем не менее, я просто некоторое время был в Штатах, знакомился с этим опытом. У них врачебные ошибки возникают из-за чего? Они возникают из-за того, что хирургу положили пациента той ногой, вернее, той стороной, к которой он привык. Ну, это не веро, да. Поэтому он берега и отрезает ногу, да, ну, там, культурную. Я сказал ногу, я сказал левую. Да, да, абсолютно верно. А чаще всего такие... В России тоже так бывает. Я видел своими глазами эту историю, будучи в операционной, когда зашел хирург на окно, ну, ни годоскопа нет, у них всегда есть в российской операционной, на окно повесили снимок бедра, правда, не отрезали ногу, повесили снимок перелома шейки бедра, ординатор повесил и перепутал сторону снимка, поэтому хирург подошел, как бы, он, естественно, там много операций, разметил, вкрутил штифт в бедро и выяснил, что сделали снимок, а там перелома нету, как бы. Ну, вкрутили во второе. Как быть в такой ситуации? Ну, в такой ситуации быть, конечно... Страшно. Да, вкрутили во второе, сделали вид, что так и было, да, то есть сказали пациенту, что вы знаете, мы в процессе операции обнаружили у вас еще и во втором бедре проблему, поэтому решили сразу застабилизировать оба, да, и такая история... К сожалению, смотрите, здесь вообще очень сложная история в том, что касается вообще медицины, в том, что касается особенно хирургии, ведь то, что происходит в операционной зачастую, да, никому неизвестно, никому не знакомо, там есть бригада хирургов, зачастую это люди, которые вместе работают там десятки лет, и если мы вскроем их секреты, да, кому, как не вам, Николай, знать, какие секреты бывают в операционных бригадах. Именно поэтому, например, у меня был случай, когда я занимался еще медицинским туризмом, очень интересно, когда обвинили доктора, швейцарского доктора, который оперировал в Израиле пациента с опухолью за большие деньги, с опухолью головного мозга, в том, что он опухоль не удалил. Просто сделал разрез, вскрыл черепную коробку, и понял, что ничего сделать не может, закрыл и ушел, а сказал, что удалил там 80% опухоли, взял деньги и как бы там 100 тысяч евро стоила операция. В общем, такое мошенничество, обвинение в таком мошенничестве. Пациент был из России, из одной из республик российских. Когда он вернулся в эту республику, ему сделали МРТ, хотя в рекомендациях хирурга было, что утягощало его вину со стороны пациента, что три месяца МРТ не делать. Значит, сделали МРТ сразу по прилету и обнаружили, что опухоль на месте. Написали, что опухоль никуда не делась. Соответственно, пациент в истерике звонит, его родственники, точнее, в истерике звонят, что вот нас обманули, там на 100 тысяч долларов кинули, не сделали операцию. Мы звоним хирургу, говорим, слушайте, что происходит вообще? Он говорит, подождите, а почему пациенту сделали МРТ? Я же рекомендовал не раньше, чем через три месяца. Он говорит, ну вот решили сделать. Он говорит, понимаете, какая проблема? Когда мы делаем нейрохирургические операции, мы в ложе опухоли, чтобы не оставлять пустоту, закладываем гемостатическую губку, которая впитывает кровь. В крови есть железо. На МРТ железо имеет определенный вид, и поэтому вот это вот место, которое заполнено этой губкой, светится как опухоль. Поэтому раньше, чем через три месяца, пока эта губка не рассосется, не образуется там киста на этом месте, МРТ делает бесполезно. Более того, операция, которую я провел в Израиле, записана на операционный микроскоп и записана на видеокамеру в операционной. Поэтому, если у вас есть непреодолимое желание, вы можете получить, соответственно, диски. Пожалуйста, мы вам их вышли. Мы никаких вопросов у вас больше по поводу того, что удалено, что не удалено, не будет. Российские врачи активно сопротивляются введению видеофиксации их действий, считая, что это ущемляет опять их права, считая, что это ущемляет каким-то образом права пациента, ну и куча-куча-куча проблем, которые, в принципе, решились бы просто установкой одной камеры, которая бы вела запись, которая сохранялась бы на определенном сервисе, сервере, в закрытой форме, в соответствии со 152-м федеральным законом, с усложненным доступом. Но это бы позволило избежать очень многих вопросов. Например, вот Марина Викторовна вспоминала врачей-убийц. Ведь врачи-убийцы – это не 90-е годы. Врачи-убийцы – это позже. Это дело 20-й больницы. Когда якобы... Там уже была фантастическая история. Да, 12 лет. Да, фантастическая история, когда людям сломали жизни, прекратили в стране трансплантологию на многие годы, вследствие того, что журналисты и органы следствия влезли в историю, в которой ничего не поняли, но подали ее так, что врачи забирали органы у живого человека. Ну, как бы у мертвого человека забирать почку бесполезно, она уже тоже мертва. Да, естественно, речь идет о смерти мозга, и никому не объяснили, что это такое, как это происходило. Тем самым, ну, ведь проблема в том, что в операционной не было видеокамеры. Если бы в операционной не была видеокамера, было бы видно, как установлен диагноз, как перед операцией, например, проговаривается, что у пациента смерть мозга. Не было записи в истории болезни. Не было записи в истории болезни. На самом деле, понимаете, там была очень проблема частного характера, но она всегда есть. То есть, когда оставляют труп для трансплантации, то его подключают к приборам жизнеобеспечения. То есть, де-юре, он мертв, потому что врач диагностировал смерть, но не записал это в историю болезни. А с другой стороны, он жив, потому что он дышит, у него происходят процессы и так далее. И вот этот конфликт мы не могли 12 лет разрешить, и людям действительно была спорчена жизнь. Это проблема российского законодательства, в том числе, которая... Да, это большая инфаркция. Да, очень плохо зарегулированы все вот эти вот моменты, которые позволяли бы сразу развести, да, там, что такое смерть мозга, зафиксировать в законе, как она устанавливается, каким количеством людей. Есть протоколы, но юридически они очень слабо прописаны, определенной поддержки не имеют. Ну, а когда нет записи в истории болезни, считайте, этого не было. Понятно. Вот итог такой как раз, что основная защита – это правильное ведение документации. Мы так много об этом говорим, и все мы работаем в практическом здравоохранении, и все равно мы отвратно ведем медицинскую документацию. Преотвратно. Я сам каюсь в этом. У меня даже специально новый сотрудник есть, который следит за медицинской документацией, и будем усиливать работу. Николай Ильич, у вас еще что-то? Да, Бабин Николаевич, можно я вам вопрос лично, как хирургу, задам? Скажите, пожалуйста, когда вы видите полипы или какие-то другие образования, ну, такого вот характера, да, возрастного, может быть, еще, да, по этиологии, скажите, пожалуйста, вы их удаляете по поводу операции? По поводу операции. По ходу. Во время ведения операции. Если они, ну, условно говоря, ситуация, когда он... Да или нет? Если полип входит в зону резекции, я ее удаляю. А если нет? Если мы с пациентом это не обсудили... Абсолютно верно. Я не буду это делать. Все, спасибо большое. Я пойду к вам лечиться. Вопрос информированности, да? Да, да. Надо сказать, что, что касается медицинской документации, в частных клиниках некоторых придумана фантастическая история, особенно в стоматологиях. Я много занимался мотивацией стоматологических клиник, в том числе и мотивацией врачей. И надо сказать, что в некоторых стоматологических клиниках есть специально обученный человек, медсестра, обычный, ну, ассистент стоматолога, да, который в конце каждого приема проверяет записи в электронной истории и распечатывает их, вставляет в письменную, ну, в бумажную историю. Сейчас у нас должно двойное пока ведение документации. Если врач не зафиксировал что-то в истории болезни, то есть она просматривает по определенному алгоритму, у нее есть такой чек-лист. Если там что-то не зафиксировано, врач не получит зарплату за этого пациента. Это удивительная практика. Я просто даже попрошу вот эту девочку вашу контролирующую поделиться опытом, как это делать. Чек-лист. Я думаю, что после передачи мы наверняка выложим презентацию в общий доступ, я думаю, не против, да, и, возможно, Павел Яковлевич попросим чек-листы. У нас, к сожалению, этого пока нет, мы сейчас разрабатываем эту историю для себя, потому что это очень важно. Да, я готов поделиться своими информированными согласиями на операцию. У нас договор об оказании услуг, он там тоже 6 страниц, словом говоря, а информированное согласие у меня идет на 5 листах. Ну, вот видите, я еще раз повторяю, что вот с точки зрения юриспруденции, чем больше мы будем иметь письм, хотя я больше, чем уверен, что подписание этого информированного добровольного согласия, это есть некая стимуляция пациента к какой-то дисциплине, исполнительной дисциплине. Ему всегда пациент источник причины проблем, а родственники пациента, вот они начинают потом вставлять палки в колеса, и вот они инициаторы. Это еще интереснее, потому что в нашем законодательстве это тоже не зарегулировано. Ведь это проблема, которая в последнее время колыхала все донорское сообщество, трансплантационное сообщество, вот эта история девочки Алины Саблиной, если я не ошибаюсь, которая была выбрана донором без согласия родственников. И вот эта история, которая привела к той же самой проблеме, когда родственники активно судятся с больницей, с врачами, со всеми на свете, при том, что в России совершенно четко, надо сказать, что вот в уникальной ситуации в России совершенно четкое законодательство на тему донорства. Да, у нас, я помню еще, Николай Владимирович на свое время обучал, что существует три вида презумпции, три вида донорства, презумпции согласия, презумпции несогласия, презумпция донорства. Ну, презумпция донорства когда-то была в Испании, сейчас ее уже нет вовсе там, презумпция донорства, это когда неважно, согласен ты, не согласен, у тебя все равно заберут органы для трансплантации. По-моему, в Китае сейчас действует еще немножко презумпция донорства. Презумпция несогласия, это США и Европа, когда, если ты при жизни на свое согласие не выразил, На водительских правах. Когда задаешь на права, у тебя там спрашивают, будете донором? Будете, не будете донором, да. Если ты не выразил согласие, то донором не будешь. И в России действует презумпция согласия, когда если ты публично не выразил свое несогласие, хотя как это сделать, по-настоящему нигде не написано. Каминал. Да, такое ты должен какое-то сделать, да, видимо, по телевизору выступить, в прайм-тайм, в программе «Время», там, да, сказать, что я точно не буду донором. Потому что, да, делают татуировки иногда, еще что-то там пытаются сделать, но по факту, нотариально заверенная какая-то бумажка, наверное, должна быть, она должна быть всегда с тобой. Ну, не только должна быть всегда с собой, она должна постоянно пролонгироваться, потому что с течением времени человек может изменить свое решение. Но родственники не имеют никакого влияния на эту историю, это только сам человек может решить. Родственники влияют только на несовершеннолетних, и вот это очень интересно. Но сейчас, на самом деле, в Государственной Думе, по-моему, второе чтение прошло закон о трансплантации, это прописано. А теперь это результат результантный реестр. Это будет презумпция несогласия. Но интереснее еще другое. Если у нас такая научно-практическая история, да, в большей степени, акцентироваться на практическом моменте, который очень важен. Вот вспомните, я думаю, что даже вы с этим сталкиваетесь регулярно, когда приходит родственник пациента, к Бадму Николаевичу, например, как хирургу, и говорит, Баду Николаевичу, ну как прошла операция? А он не давал мне... А, у него должно быть... Согласие, да. В России есть такая проблема, и особенно, когда медсестра идет по коридору и начинает кричать фамилию пациента, говорит, Иванов, из пятой палаты идите сюда на клизму. Но это запрещено, это неправильно, это... Это этика. Это даже не этика, это даже в законе написано, 152-м, что это защита персональных данных, в том числе, и 323-м о врачебной тайне. То есть это и есть закон. В США, когда ты приходишь, ну, в ту же клинику, и заходишь, и нам новую фотосессию какую-то сделать, охрана всех пациентов вывела за пределы объектива, чтобы, не дай бог, они не попали в фотошут, потому что это может быть просоцировано. Это для пациентов и для врачей, и написано, помните о врачебной тайне. Да. То есть ведение переговоров в общедоступном... Я помню, когда у нас ординаторы-терапевты были из Латинской Америки такие, они очень... Терапевты всегда такие, и плюс они еще латиноамериканцы, и они в кафетерии очень громко обсуждали кейс, который лежал на этаже, и даже сказали, по-моему, пару раз по фамилию. И, к сожалению, были родственники этого пациента, и была большая жалоба. Ребят со СПЭН, у них были бан, был наложен, так скажем. Доказательства были, да, в лифте бан? Родственники пришли к руководству клиники, сказали, вот только что ваши врачи тут обсуждают состояние нашего здоровья, нашу дорогую, уважаемую. Должны быть доказательства. Прилюдны. Нет, были доказательства, и, собственно, были проблемы. В дорогих клиниках, например, даже, вы знаете, имя-отчество иногда пишут на палате. Это в дорогих клиниках. А в наших кликах написано «Разговор с лечащим врачом для родственников с 13 до 14, и все». И вот эта вот история, когда приходят реально родственники к врачу, и никто про это не задумывается, что пациент не давал согласия на разговор с родственниками. У нас даже больше того. У нас даже, когда пациента спрашиваешь, можно ли его там жене сообщить о том, он говорит, «Слушайте, а что, можно сделать так, что нельзя?» Да, то есть у нас настолько вот в культуре, это советская немножко культура, когда все коллективизмы, когда все обо всем знают, да, это настолько укоренилось, что у врача не возникает проблемы рассказать родственникам об анализах их родственников, да, которые болеют, да, об их пациентах. И на самом деле в поликлинике очень простая история, когда у нас, мы часто с этим сталкиваемся, когда приходит бабушка и просит дать анализы внучке или там анализы дедушки, а то, что это их личная собственность, они должны дать специальное согласие, которое не прописано нигде в законе, надо сказать, опять же, да, на то, чтобы выдать эту историю. Ну, мы там сейчас изгаляемся разными способами информированное согласие на информирование родственников, да, там придумываем какие-то... Натериально доверенно, может быть. Ну, нотериально доверенно тоже не может быть. С нотериальной доверенностью самая страшная история – это дети по-настоящему. Вот самая страшная беда, с которой мы... До 15 или до 18 лет? С которой мы столкнулись, она по-настоящему до 18. До 15 они могут сами... После 15 сами подписывать информированное согласие, но оплачивать не могут, да. Но вот по-настоящему после 15 до 18 там вообще черная зона. А вот самое страшное – это до 15 лет, когда в законе четко прописано, что информированное согласие, а мы помним, что без информированного согласия не может быть оказана плановая медицинская помощь, может подписать только законный представитель. Законным представителем являются только родители или опекуны. И если родителей и опекунов нету, то ни бабушки, ни дедушки, ни братья, ни сестры, ни друзья семьи, ни водители, ни няни, ни гувернантки не могут подписать информированное согласие с ребенком, обратиться планово в поликлинику, в травмпункт или в больницу, не имеют никакого законного права. Ни по доверенности. Больше того, как выясняется, есть право родительства, право, которое нельзя передоверить по закону. Это право, которое не передоверяется. Оно может быть только отобрано по суду. В большинстве случаев нотариусы про это знают и не оформляют такие доверенности. Поэтому мы даже в свое время, Полина Габаев, такой факультет медицинского права, мы с ней писали, она написала по поводу нашего кейса письмо в Минздрав, в Минюз, по-моему, и ей пришло, что, к сожалению, нельзя оформлять доверенности на такие случаи. Там сейчас как раз ядрогенные вещи. Да, ядрогенные преступления. Поэтому это такая проблема, что с детьми, к сожалению, не может прийти бабушка. Но надо сказать, что это не просто так сделано. Потому что мне известно как минимум два случая, которые случились совсем недавно. Первый случай, когда мальчика месячного принесла бабушка в клинику в частную в Санкт-Петербурге и попросила сделать обрезание, циркумцизию, при том, что мама у мальчика мусульманка, а папа русский. Да, и бабушка была мамина мама, естественно, которая, значит, решила вот такую мусульманскую традицию соблюсти без предупреждения папы, вследствие чего возникла конфликтная ситуация. А вторая история была недавно описана на Фейсбуке одним известным педиатром, не знаю, не имею права его называть, который описал, что одному ребенку ввели в течение недели четыре дозы вакцины. Сначала одна бабушка, потом вторая бабушка, потом мама, потом папа, все по очереди ребенка вакцинировали. Одной и той же вакциной, потому что не было никакой общей базы данных бабушка. Он был у одной бабушки, бабушка посмотрела передачу, что надо людей вакцинировать, пошла его отвела в поликлинику в районную, в свою там детскую, где он был прописан. Другая бабушка забрала ребенка, посмотрела там ту же передачу в записи, повела его в частную клинику, потом мама вернулась, значит, там то ли с отпуска, то ли с какого-то праздника, и у нее-то прививочный сертификат, что ей пора вакцинироваться, повела его в третью частную клинику. И врач уже случайно определился, когда папа привел ребенка вот к этому врачу. Он говорит, слушайте, что-то мне не нравится, что много очень мест инъекций у ребенка, давайте мы все-таки как-то выясним под оплеку ситуации. И выяснилось, что реально ребенок уже был трижды вакцинирован этой вакцинированной. И все три ребенка плакала. Это разные учреждения, у нас нет единой электронной карты, это разные учреждения. Разные истории болезни. А одно учреждение одно? Бабушки не передавали ей с мамой друг другу информацию. А я, знаете, вот опять вернусь в нашу государственную медицину. В частной медицине еще хоть какой-то документ просят, что такое приходит в государственную больницу. Я дочка, я внучка, паспорт никто не спрашивает. В результате приходит совершенно неизвестный человек, который имеет право сфотографировать этого человека, сделать какие-то замечания врачу, что-то не понравится, посмотреть на как медсестра так ли не так ли смотрит. И вот здесь еще огромная-огромная проблема, которая нам это все тоже аукует. Но к проблеме медицинской ошибки она пока, слава богу, надеюсь, не будет относиться. Будет. Вы знаете, будет. Не согласна. Ошибка ли это? Нет, я сейчас немножечко по-другому. Эта ошибка может быть сформулирована именно этим человеком. А именно, вот я в калуарах рассказывала ситуацию. У нас лежит тяжелая пациентка. Право-полушарный инсульт, возбуждение, агрессия. Пациентка требует определенного отношения к ней. К сожалению, пока в Российской Федерации только фиксация. Для того, чтобы она не навредила себе и своим, соответственно, коллегам по палате, если так можно сказать, приходит псевдородственница, фотографирует. И дальше раскладывает в интернете врачи-садисты, врачи привязали бабушку, врачи. И дальше, хорошо, что это не дошло, наверное, до судебной какой-то, я не знаю дальше эту историю. Это могла быть и реальная родственница, вопрос фиксации, он дискутабелен. А выяснилось, что нереальная родственница. Ну, всякие... Ну, нет, это я не к тому, что могла, реальная, нереальная. Это как вариант. Вариант того, что... Что надо было сделать, чтобы избежать... Слушайте, это очень сложная история. У нас вообще очень плохо, еще раз говорю, у нас законодательство очень плохо выстроено с точки зрения отношения врачей и пациентов. Поэтому мы очень мало чего можем сделать в каких-то местах. Например, мы в свое время обсуждали очень широко проблему допуска родственников пациентов в реанимацию. И мы знаем, что во всем мире никакой проблемы нет вообще. Приходи, да господи, да сколько хочешь. Зависит от страны, зависит от размеров реанимации. Но я бывал, наверное, больше, чем в 50 клиниках по всему миру. И ни в одной из этих клиник не было проблемы с допуском родственников пациентов в реанимацию. Где-то это можно было круглосуточно, где несколько часов в дневное время, где не только 3-5 часов. Ну, пожалуйста. Обычно это неограниченная история. В России почему-то это в большинстве клиник до сих пор является катастрофической проблемой. Вопрос в том, что я не знаю, как, например, там никогда не задавался этим вопросом, в следствии вашего сейчас кейса рассказанного, как там решается вопрос идентификации этих родственников, которые приходят к пациенту. Видимо, как-то он решается, потому что я просто реально никогда не задумывался на этим вопросом. Преносится паспорт или удостоверение личности. Послушайте, но зачастую, например, подтвердить раствор с сестрой или там с братом, это практически нереальная задача. То есть, ну, вот, понимаете... Если это еще прописано как раз в согласии... А если человек в реанимацию попал с инсультом, какое у него согласие? Все понятно. Или он заранее оставляет, кто может, как бы, где-то прописывает, кто может... Вот это надо понять. Да, это вот сложный вопрос, это надо, кстати, разобрать, это интересно, потому что, вот представьте, да, там брат и сестра, сестра вышла замуж, у него другая фамилия, он пришел, говорит, я хочу навестить свою сестру. И по факту они могут быть непохожи, у них может быть разница в возрасте 15 лет. Они могут быть сводными, братья и сестрой, но при этом они родственники. И вообще, как это можно отрегулировать, как это можно... Ну, вот тут тоже надо думать, потому что это все... Я думаю, что все это там в США или там в Европе зарегулировано. Все гораздо проще. Пожалуйста, напишите фамилию, имя, отчество, по крайней мере телефон, дату рождения. Это уже три, так сказать... С другой стороны, если ты откроешь человека, а он не окажется родственником, это будет нарушение врачебной тайны. Я понимаю, но в этой ситуации вы берете, переписываете паспортные данные человека, который пришел навестить, идентифицируете, если да, и обязательно делаете запись в историю болезни, что с таким-то проведена беседа. Да, да, это достаточно сложно, потому что нет времени у врача. Но зато он... Ну, защищен бы хоть как-то формально защищен. У нас есть хорошая книга хирургическая, здравый смысл фиргии Мошайна, и у него есть там гениальная фраза, что иногда в операционной лучше провести на 15 минут дольше времени и что-то там вот доделать, нежели потом 15 лет провести в судебных исках, в судебных тяжбах. То же самое можно и перенести, наверное, к медицинской документации. И меня жизнь била за неправильное, так скажем, не совсем неправильное, не успевал дописать, что называется. И в городской больнице, я помню, у нас были эти проблемы, и главные врачи, и заведующее отделение у нас прям журили очень жестко за происходящее. Как избежать ошибок? Как избежать иска? Что надо сделать такое? Давайте я сейчас быстро закончу то, что я хотел закончить, чтобы меня это уже не тяготило, и мы спокойно могли дискутировать. Мы затронули проблему иска в суд. Так вот, когда этот иск удовлетворен, то медицинская организация обязана на самом деле по этому иску возместить тот ущерб, который был нанесен. Два вида. Да, у нас есть материальный и моральный вред, которые удовлетворяются по иску в той или иной степени. Но здесь мы забываем, я, наверное, сейчас против себя врачей, потому что совсем, наверное, настроен здорово, но зато вам, Павел Яковлевич, услугу окажу. Существует такое понятие, как регрессный иск. Я всего только два случая знаю удовлетворенных таких исков, когда медицинская организация возбуждает гражданский процесс непосредственных причинителей вреда. То есть тому врачу, который оставил, например, без премии трудовой коллектив к Новому году. Ну, потому что все деньги ушли на погашение этого иска. Реально, да? Ущерб лечебному учреждению, медицинской организации существует в данной ситуации. И чтобы его восполнить, к гражданской ответственности привлекается медицинский работник. И здесь проводится внутреннее расследование, разумеется, для того, чтобы какие-то материалы подать в суд, да, в подтверждение. Что очень хорошо. Сам медицинский работник в этой ситуации практически не защищен, потому что независимость экспертизы до сих пор оставляет желать лучшего. Я не могу не сказать. Та идея, которая достаточно давно существует – третейское производство. Я как-то на Фейсбуке поднимал этот вопрос. Получил достаточно большое количество и нелицеприятных, в том числе, возражений от людей. Но, по крайней мере, я вижу, что сама идея интересная. Потому что именно ты… По-досточному изобретению велосипеда, честно говоря, просто решены… Эта проблема решена. Как бы во всем мире она решена более-менее понятно. Ну, у нас она постоянно возникает, да, и постоянно… Ну, ладно, я не буду… Далее все, презентация. Это наша тема, да, но тем не менее. Поэтому вот то, что касается данного слайда, мы должны говорить о том, что именно лечебная организация несет, да, ответственность, но и есть возможность у этой организации востребовать… Понятно, да. …выду, да, который существует. Затем, во-вторых, это негативно отражается на деловой репутации самого учреждения. И я понимаю, почему в этой ситуации частная клиника эту информацию держит у себя. Кстати, надо сказать, что большинство дел о причинении вреда здоровью рассматривается, слушается в закрытых заседаниях суда. Поэтому еще нет статистики… У нас самый большой из, по-моему, сейчас в Сибири был, 100 миллионов рублей, да, они посудили и в итоге отсудили 25, по-моему, сколько миллионов, четверо. Я, честно говоря, не видел… 17. …даривающие информации. Да, в основном, это колоссальная сумма, это сразу разорение этой клиники, это просто невероятно. Знаем мы в хирургическую клинику одну в Москве, где шесть уголовных дел параллельно идут и так далее, и так далее. И суммы издержек и возвратов там… Но нет практически ни одной организации медицинской, которая бы уже не испытала это на себе. Конечно. В той или иной степени… И в этот очередной раз мы подтверждаем, что тема актуальна. Конечно. Как быть? Как вот защититься? Ну, ладно, тогда я закончил презентацию. Давайте так будем рассуждать. Во-первых, это личная ответственность врача. Все под этим ходим? Мы ходим все под этим, да. Нету ее этой ответственности. Еще раз? Нет уже ее, она никак не зарегулирована, эта ответственность врача. Это его личное желание, вот мое личное желание. Я могу ответственно вести историю болезни, а могу безответственно. Если это не повлечет уголовной ответственности, то отвечать буду не я, а медицинская организация, в которой я работаю. Нет возможности стандартизировать поведение врача в каждой клинической ситуации. Еще как есть. Чек-листы. Есть механизмы очень хорошие. Причем тут чек-листы. Есть понятная история, которые в нашей стране никак не могут прийти. Есть лицензия врача. Да, лицензирование, индивидуальное лицензирование врача, которая позволяет ему стать членом какой-то организации общей? Например, Американское общество хирургов было первое, которое это придумало. Ты мог добровольно прийти и сдать экзамен. Никто тебя не заставлял. Ты мог прийти добровольно сдать экзамен. Сдав этот экзамен, ты становился членом какого-то некого клуба, профессионального клуба. Не, это совсем другая история. Ты становился членом профессионального клуба, который гарантировал твою профессиональную компетенцию в той или иной области. Но за это ты платил членские взносы. за то, что ты имела плава сдать этот экзамен. И имелась юридическая защита, но совсем не так просто. Имелся и этический комитет общества хирургов. Если, например, хирург Иванов или хирург Джексон написал какой-то бред в истории выписки пациента, а хирург Томпсон это увидел, он мог в ассоциацию хирургов, зная, что хирурги Джексона в реестре есть, он посылал в ассоциацию хирургов историю болезни, ассоциация хирургов, этический комитет проверял и говорил, что да, хирург Джексон нарушил этику общества хирургов, совершил ошибку, в связи с этим информация о том, что он совершил ошибку, отправляется обратно хирургу Томпсону, который это заметил, и пациенту Уильямсону, который речился у хирурга Джексона. Пациент Уильямсон с этой бумажкой может прийти в суд, и суд на основании заключения вот этого общества, никакой не судмедэкспертизы, ничего не нужно, никакого третейского производства, на основании заключения вот экспертов этого общества, примет решение в пользу пациента, а пациенту будет выплачена компенсация, она будет выплачена кем? Страховой компанией. А как же накажут хирурга Джексона, который совершил ошибку? Очень просто. Для него на следующий год страховка будет в два раза дороже. Во второй раз страховка будет еще в три раза дороже. А в третий раз его просто никто не застрахует, он не сможет работать, потому что он будет вынужден выплачивать эти многомиллионы иски из своего кармана. И этот механизм заставляет врача быть ответственным. Этот механизм фактически это финансовый удар. Его никто не посадит в тюрьму, если он там злонамеренно не существовал, не знаю, не воткнул скальпель в шею пациента во время операции. Но при этом его могут реально лишить возможности заниматься профессиональной деятельностью просто финансовым инструментом. И это реально действует. Реально действует, но не... Во-первых, законодательство, а во-вторых, извините, какие зарплаты у наших врачей? Это тоже может быть. Зарплата это отдельно. Вы понимаете, у нас тоже есть страховая профессиональная ответственность. У нас есть страховая компания. Есть, есть компании, которые это делают, 9 тысяч рублей в год. Если они берут себе внос, сумма страхового взноса настолько мала, что погашение-то, если ты миллион выиграл, страховая компания 10 тысяч заплатила, а остальное-то опять ложится на медицинскую организацию, которая компенсирует сама за свой счет. Настоящему индивидуальному врачей никто не страхует. Это обман. Страхует организацию. Это все равно, это не страхование, это псевдо-страхование. Павел Яковлевич, правильно идем документацию. Что еще? Ну, надо вводить институт страхования, как правильно сказал Павел Яковлевич. Да, это на уровне... Образование, еще раз образование. Есть они достаточно давно, уже давно. Пока вот на сегодняшний день у нас этого нет. На сегодняшний день есть еще одна функция, которых всего две, по-настоящему. Это правильное ведение медицинской документации и медицинское общение, которому никто нигде никого не учит в вузах, да, что должно быть обязательно. Мы знаем, что американский враг еще не может выйти к пациенту, не сдав экзамен по медицинскому общению. В России медицинскому общению никто никого не учит. Учат только медицинские этики и донтологии, на втором курсе, в самой дальней аудитории, самого дальнего корпуса, в самое позднее время, когда туда никто не ходит, а если ходит, то ничего не делает, кроме как в карты играет. Мы, например, в карты играли на медицинской этике. А на правиль не играли? На правиль не помню. Слава. Да, но медицинские этики точно играли в карты, не тогда не понимая значения этого предмета, и сейчас вынуждены были, уже будучи взрослыми докторами, догонять эту историю. И медицинское общение действительно дает возможность избежать множества проблем, правильно выстроенное общение с пациентом, с родственниками пациента и с коллегами. Поплакать с семьей вместе. В том числе, why not, да, то есть это как бы история, не обязательно плакать вместе с семьей, но как минимум правильно доносить информацию, правильно, здесь важна эмпатия, да, это одна из основных частей медицинского общения, а эмпатии наши медработники лишены в принципе, потому что они даже не знают, что это такое, а мы знаем, что... Обнимашки. Это не обнимашки, нет, эмпатия, это очень интересная история, это способность сопереживать без потери ощущения внешнего происхождения этого сопереживания, то есть когда ты человеку сопереживаешь, но при этом понимаешь, что это не твое переживание, а его. Абстрагировано. Да, абстрагировано, это очень важная функция, которая позволяет врачам меньше выгорать, да, профессиональное выгорание, это бич врачей современно. Поэтому медицинское общение и правильное заполнение медицинской документации. Вот это два пункта, которые надо исполнять. Хотя исполнять пункт правильное заполнение медицинской документации невероятно сложно. Невероятно сложно даже не потому, что прокрастинация и не потому, что некогда, а потому, что зачастую это настолько бредовая история и настолько нелепо составленная со всех сторон. И исполнение там катастрофическое, то, что про что Анатолий Николаевич начал говорить в начале, это катастрофическая история, когда есть стандарт, есть порядок, который якобы обязательно к исполнению. Сейчас есть еще и разрабатывается Минздравом клинические рекомендации, которые приняты сделать руководством, потому что рекомендация это рекомендовано, руководство это обязательно. И в итоге кто что должен записать, никто в итоге так и не понял. В итоге любого врача можно взять в какой-то момент времени, даже если он очень хорошо старается заполнять медицинскую документацию и пристегнуть ему к тому, что что-то он не заполнил, не выполнил или не написал. То есть вы в своей жизни идеальную историю болезни не видели еще? Я думаю, что идеальная история болезни в принципе невозможна вообще нигде и никогда. Вопрос к степени придирки к этой истории болезни. То есть это американская истина, насколько я знаю, судебная, что идеальных историй болезни не бывает, бывают плохие адвокаты. То есть здесь как бы, то есть начать судить можно любого врача. Вы видите инициативу Следственного комитета, выделение ядрогенной ошибки. Это я вообще не понимаю, честно говоря. Этерогенные преступления, вот эти все истории, это на мой взгляд какая-то история, связанная якобы с запросом общества, да, что общество просит наказывать врачей, что для меня просто, ну, катастрофически странная история. Более того, мы хорошо знаем, да, что врачебная ошибка, она априори не подсудна. Если это халатность, окей, судите за халатность, введите понятие медицинской халатности. Не то понятие, которое есть сейчас в законе, потому что халатность может быть только в отношении административного лица. Да, врач ответственным лицом не является, он вообще вне права, да, введите врача как субъекта права, дайте ему лицензию, дайте ему халатность, да, что он действительно мог халатно, там, не знаю, пьяным прийти на операцию и отрезать не ту ногу, да, например. И тогда это действительно халатность. Или сказать медсестре, введите ему, там, не знаю, 500 миллилитров спирта в нос, зачем-то. Но это, там, понятная халатность. Если же он делает какое-то добровольное, добросовестное заблуждение, это другая история, это все равно, что, я не знаю, сапера не судят же за то, что он плохо разминировал бомбы, да, но вот он пытался, он искренне хотел, он перерезал... Это уже не будет возможности. Ну почему? Он может это делать дистанционно с помощью робота, да, все что угодно может быть. Но он не смог это сделать, но мы его за это не судим, мы его можем, там, поругать, сказать, ах ты плохой, плохо учился, там, ай-яй-яй, в следующий раз режь не красный провод, а синий. Но его никто не поведет в суд и не будет с него требовать компенсацию за то, что он плохо разминирует бомбы, да, это, как бы, история такая же, вот, я предлагал в своем, как бы, посте в свое время на Фейсбуке, я предлагал начать судить синоптиков, но они же просто ошибаются каждый день, да, и вот, как бы, известно, что синоптик ошибается один раз, зато каждый день, да. Мне, знаете, жена меньше СМС пишет, чем МЧС сейчас. Да, вот, вот, и прям, да, они пишут каждый раз, что аккуратно, ветер, они же один раз не написали, было плохо, теперь они пишут каждый день, но ничего не происходит, да, это же известная история. Почему мы не судим синоптиков? Знаете, у нас очень большое количество вопросов на сайте, мне приятно, что такое количество зрителей, совершенно разных, причем и временных поясов и регионов России присоединились, очень большое количество. Мы, наверное, сейчас сделаем маленький перерыв, соберемся с мыслями относительно вопросов, ответим на вопросы и будем готовить следующую передачу уже, наверное, более с практическими кейсами. То есть мы сегодня сделали очень большую вводную часть, рассказали о существующей проблеме, выслушали мнение уважаемых коллег. Большое спасибо, что вы нашли это время, а вот следующее будет уже прям вот хирург Петров. Можно одну ремарку? Кривой шел с делом. Перерывом. Я хочу сказать, что еще обязательно надо вводить образование среди курсов повышения квалификации, поскольку врач не поймет, зачем ему нужно ввести историю болезни, зачем смотреть анализ, пока он не понимает медицинское право, хотя бы банальное, хотя бы основы этого медицинского права. Основы обязательно должны быть, конечно. Мы просто приведем, наверное, показательный случай, когда ломались судьбы врачей, ломались судьбы владельцев клиник вследствие вот таких вот больших-больших проблем. Еще раз благодарна за то, что вы присоединились и через три минуты мы вернемся к вам с ответами на ваши вопросы. И снова добрый вечер, уважаемые коллеги. Мне очень приятно, что вы после сложного трудового понедельника нашли время, чтобы присоединиться к нам в этой уникальной студии. Кстати, я спешу похвастаться. Вы наверняка прекрасно знаете, что Первый медицинский канал имеет уникальные партнерские договоренности с телеканалом «Доктор» и осуществляет, так скажем, научное лицензирование некоторых передач, некоторых научных советов. И в этот раз мы собрались именно в студии телеканала «Доктор», который является федеральным телеканалом. И, насколько я помню, 20 миллионов хаусхолдов в России смотрят именно этот канал, который является сейчас лидером для популяции, для пациентов. А Первый медицинский, как мне кажется, и, мне кажется, наши коллеги присоединятся, является рупором для профессиональных братьев, что мы сегодня и делаем. Уникальное большое количество вопросов. Роман, Екатерина, Алевтина, вы молодцы, большие. Честно, Валерия, столько много вопросов. Мы с Павлом Евгеньевичем тут... Павел Яковлевич. Павел Яковлевич, это судебная, кстати, ошибка или нет? Нет. Нет. Кулар, мы посовещались много вопросов. Например, интересный вопрос. В федеральном законе есть определение «лечий врач», понятная его ошибка. Какова роль заведующего отделения? Несет ли заведующий отделение эту ответственность ошибки? Ну, административное законодательство предусматривает ответственность должностного лица за ту деятельность, которая находится в его подчинении. Поэтому по закону о наложении административных взысканий может быть привлечено даже не обязательно лицо виновное, если будет установлено, что не по его вине допущено данное нарушение, но и заведующий отделением как лицо, организовывающее данную деятельность и несущее за это ответственность. Хотя за пациента, я еще раз повторяю, ответственность несет исключительно лечащий врач. И никакая консультация, я повторяю слово, консультация заведующего отделением или тот профессорский обход, который проводится в клиниках, в таких маститах, где это осталось еще традиция, не является основанием предложения вышестоящего должностного лица в данной ситуации, или же управленца, или же именитого профессора и академика в этой ситуации, это будет рекомендация. Точно так же, как и другой специалист, который посмотрит этого пациента в процессе лечения и рекомендует то или иное лечение. Расскажите о возможности правовой защиты у врача, работающего в бюджетной организации. Всевозможные ассоциации, комитеты профильные очень редко предоставляют юристов или адвокатов. Соответственно, врач должен идти в коллегию адвокатов или есть какие-то другие варианты защиты? То, что касается кафедры медицинского права и моего конкретно деятельности, я не защищаю в судах, я не имею этой возможности, я не адвокат. Я могу быть представителем, но дальше консультации, к сожалению, я лично вести не могу. Порекомендовать, да, когда ко мне обращаются, я вижу, что есть специалист более высокого уровня, имеющий более качественный опыт в ведении дел в судах, конечно, я порекомендую этого специалиста, поскольку для меня важно то, что именно медицинский работник в этой ситуации... Конечно, если медицинский работник будет, как Павел Яковлевич сказал, пьяный и совершит неправильные профессиональные действия, ведущие к какому-то ущербу для здоровья пациента, я за такого врача на амбразуру не пойду. Но если это интерес коллективный и есть определенная какая-то возможность помочь этому коллективу, потому что ситуация бывает различная, я с удовольствием консультирую, представляю интересы, пожалуйста. Если решение принято коллегиально, то почему ответственность несет лечащий врач, если подпись под решением поставили все? Ну, здесь вопрос достаточно сложный. Почему? Потому что все будет зависеть от той медицинской помощи, которая в данный момент оказывается. Если это оперативное вмешательство, то здесь запись в истории болезни делает каждый специалист, который будет являться членом этой комиссии, членом этого консилиума. Анастезиолог будет отвечать за свою часть работы, хирург за свою часть работы, ассистирующий хирург за свою часть работы. А сестра, которая является операционной, за то количество материала, которое она пересчитает после операции. Поэтому описывает пациента после оперативного вмешательства кто? Лечащий врач. Если есть какие-то осложнения, другие врачи тоже делают свои записи, конечно. Но и ведет потом дальше этого пациента именно лечащий врач, тот хирург, который оперировал. Роман очень много сетует, что в настоящее время приходится делать двойную работу. Писать электронный вариант истории болезни и бумажный. Бумажный для эксперта, электронный для галочки. Такие требуют администрации. И о том, что не хватает времени правильно вести документацию. Но тут, наверное, вопрос не к нам, а вопрос уже больше к Минздраву. Минздраву департамент здравоохранения, который будет выставить такие нормы на одного пациента, условно говоря. Сколько у нас сейчас на... По-настоящему это очень интересно с точки зрения временных рамок, потому что надо понимать, что простые пациенты требуют простых решений, сложных и сложных. То есть зачастую доктор проводит слишком много времени с простыми пациентами и слишком мало со сложными. И в этом возникает вопрос. Если мы говорим, например, о болях в спине, то 95% болей в спине не требуют глубокого погружения. Мы должны... Я согласен. Я сейчас закончу мысль. Но я имею в виду совсем другое. На первичном приеме, когда терапевт первый раз видит боль в спине, он в принципе достаточно быстро может с помощью системы, например, красных флагов, которые не очень преподают в наших вузах, отсеять очень серьезные патологии, которые не имеют действительно такого простого решения. И поняв, что ситуация достаточно банальна, за те 12 минут поставить предварительный диагноз и назначить предварительное лечение. И вернуть пациента к себе уже через 3-5-7 дней на фоне этого лечения и разбираться. Если же он будет в каждого пациента погружаться досконально, то ему, естественно, не хватает времени ни на пациента, ни на заполнение документации, ни на что другое. Да, проблема лежит также и в плоскости того, что во всем мире врачи, которые нам говорят, а в Англии 8 минут на прием, в США там 10-15, в Корее 5, да. Да, это связано с тем, что врач работает с ассистентами, да, у которых эти не с одним, а ассистенты создают как бы полную картину, которую врач уже входит в момент, когда ему надо просто там, условно говоря, сказать, я буду вас оперировать, это я, да, давайте пожму вашу мужественную руку. Встретимся в операционной, да, то есть, ну вот как бы история такая. Естественно, что зачастую электронная история болезни позволяет сэкономить огромное количество времени, если она правильно сделана и правильно выстроена. А Левтина это к вам, потому что Левтина сетует, что у них инфоклиника, которая отнимает столько времени. Знаете, я работал в инфоклинике, и я могу сказать, что давно это было, правда, в 2009 году, последний раз, и могу сказать, что, ну нет, не мало у меня это больше времени, чем написание историю болезни от руки точно. Вот это 100%. Здесь есть, извините, еще одна проблема, не все владеют компьютерной грамотностью, это вот большая проблема наша. Это беда, которая сейчас у нас с НМО возникла, когда вроде мы придумали хорошую систему непрерывного медицинского образования, а в итоге встал вопрос, что мы будем делать с врачами, которым 55+, что мы будем делать с врачами, которые без интернета в Ямало-Ненецком автономном округе, что мы будем делать с врачами в ФАПах там, или в каких-то удаленных больницах. Практический опрос очень. Екатерина пострадала, ее заведующая, увидев, что будет иск от родственников пациента, попросила написать выписку от своего имени как лечащего врача. При этом Екатерина не была, естественно, лечащим врачом. Она написала эту выписку, и теперь ее вот мучают свидетелем по делу, уже вызывали на допросы. Что она могла сделать в этой ситуации? Я не понял. Она написала выписку какого характера? Выписку на пикресс. Справку выдала о состоянии здоровья. Нет, выписку на пикресс. Или выписку из истории болезни после диспетеризации. Она сама не могла этого сделать. Эта выписка не имеет юридического значения. В выписке, как правило, три подписи. Да, да. Лечащего врача, заведующего отделением и главного врача. Замного врача, иногда парадок. Да, кого-то из старших официальных лиц. Во-первых. Во-вторых, там должны быть печати этого учреждения. Могла ли она отказаться подписываться? Конечно, могла. Конечно, могла. Весь вопрос в том, что наши работники зачастую не знают своих прав и в связи с этим попадают в какие-то неприятные ситуации. Я всегда говорю, что самое страшное, что может случиться, это уволить. Но на рынке нехватки, где нехватка медработников, если вас уволили, это, наверное, даже хорошо. В каком-то смысле из государственного учреждения. Чем отличаются юридические лечебные назначения от лечебной рекомендации? Тем, что назначение обязано быть выполнено, в том числе медицинским персоналом. В истории болезни есть назначение. Значит, вот тебе придет сестра, сделает ту или иную инъекцию, придет тот или иной специалист, проконсультирует тебя, и это несет официальное значение. А рекомендация, это выписано на листочке любым способом, в устной форме, вот в такой простой письменной форме, то назначение, которое врач советует пациенту. Он может, пациент может придерживаться, может не придерживаться. Именно этим они отличаются. Но рекомендация не несет юридического значения, а назначение является юридическим, ведет к наступлению юридических последствий. Коллеги, у нас колоссальное количество опросов, я буду настаивать на повторении этого опыта, уже, наверное, даже сделаем в школу, завести себя сам. Сегодняшняя тема была, помните, судить нельзя помиловать, запятую каждый делает для себя, но вот следующую, наверное, сделаем встречу, где будем разбирать кейсы. Это будет, наверное, интересно. Жду от вас новых интересных случаев, мы, наконец-то, дождемся нашего практикующего адвоката. Надеюсь, в этот эфир он успеет точно. Коллеги, мы с большим уважением относимся к вашему времени, к вашему вниманию к нашей передаче и благодарим вас за сегодняшнюю поддержку. Считаем, что без вашего многостраничного чата, который я здесь читаю, не получился бы такой эфир. Еще раз благодарны телеканалу «Доктор» за партнерское предоставление студии. Мои уважаемые коллеги и друзья, и наставники, и новые друзья, большое спасибо, что вы нашли время в этот сложный понедельник, предпраздничный понедельник в Москве. Мы встретимся скоро. Большое спасибо. Будьте здоровы. Будьте здоровы. До новых встреч. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.